Значит, данных о сбитии этого самолёта со стороны российских официальных источников не поступало. Поэтому всё, что я сейчас буду говорить, это гипотезы, предположения, поряднее всего не имеющие отношения к реальности. Но если гипотетически предположить и поверить тому, что давали украинская сторона, что давали военкоры, то какова картина? Самолёт патрулировал на расстоянии где-то порядка 215-250 километров от линии фронта. На этом расстоянии он был сбит. Чем он был сбит и как? Первый вопрос. Украинская сторона. Украинская сторона имеет на вооружении ракеты комплекса С-200, имеющую дальность боя 240 километров. Но если это так, то этот тяжёлый, немобильный комплекс, это не просто там взял, как у нас С-400 или С-300, он на машинах прибыл, развернулся, и через 5 минут он готов к применению. Это совсем другая машина. Её надо разворачивать, там время развертывания достаточно большое. Но развернулся у наших границ, у самых наших границ, включил радиолокационную станцию и выпустил эту ракету. Причём надо иметь в виду, что эта ракета имеет полуактивную головку самонаведения. То есть она стреляет, и до момента, пока она не попадёт в цель, эта цель подсвечивается. Если предположить, что поставили активную головку самонаведения, то активные головки самонаведения ракет видят цель с расстояния тоже где-то 20 километров. То есть она всё равно 220 километров должна лететь с подсветкой цели. Простой расчёт. Значит, ракета такая идёт со скоростью где-то порядка 1000 метров в секунду, это максимум. То есть 240 секунд она летела. Что такое 240 секунд? Да, 64, 24 минуты. Огромное время. Это огромное время. Эта летящая ракета шла через нашу систему ПВО. Наш самолёт радиолокационного дозора её видел. Могли бы эту ракету сбить? Могли. Могли. Это не гиперзвуковая ракета, идёт со скоростью 3 Маха, которую сбить сложно. В принципе, были уже примеры сбить С-200? Да. Ракеты С-200 сбивали. Регулярно сбивали, которые били по нашим объектам. Это та же ракета обычная, которая идёт с большой скоростью. Её сбивали. То есть эта ракета, более того, она достигает максимума скорости, вот эта ракета, не на всей траектории. Вот эта максимума скорости 1000 метров в секунду, я не помню, на каком промежутке времени, но она определённый промежуток времени пролетает, а потом летит дальше уже по инерции, достигнут скорости 1000 метров в секунду. То есть ещё дольше он летит, чем 4 минуты, минут 5 полетит он там, да? Могли её сбить зенитным ракетом? Да легко. Там у нас есть система ПВО. И такие ракеты забивались. Тем более, что ракета С-200 большая и массивная. Таким образом, отсюда делается очень важный вывод, что, во-первых, целых 5 минут комбинаций должен светить, потом мы должны собраться и уехать. И всё это дело видели наши радиолокационные посты, и эту ракету, и этот самолет, и эту ракету. За счёт того, как близко вы должны были подтащить к фронту, это даже наши бутылы могли видеть, разведчики. Да, да. Но даже если она большая, и Береса станет 60 километров от линии фронта, всё равно, значит, она лететь будет 10 минут тогда до цели. Значит, по этой цели могли спокойно отработать и уничтожить радиолокационные комплексы легко. То есть вывод простой, украинцы этого сделать не могли. Как всегда, врут для пиара? Ну, то есть заявление-то с их стороны... Ну, естественно, естественно. Скорее всего, это был... Если это было вообще, то это был русский огонь. Скорее всего. Какой-то борт рухнул. Официальных данных нет, но, по крайней мере, обломки точно есть. Не факт, что это А-50. Мог бы быть и какой-нибудь Ил-76, похожий на этот А-50. Потому что А-50 сделан на базил Семь-6. Мог быть и самолет сбит. Может быть, самолет пошёл с выключенными опознавателями системы опознавания свой-чужой. Может быть, он шёл не в соответствии с планом полёта. Всё может быть. Данных на эту тему нет. Поэтому говорить о сбитии самолёта А-50 я не стал бы сейчас. Всё. А всё-таки, в принципе, то есть вот сами эти машины, они весьма ценные в тех конкретных условиях, которые ещё сложились... Они не ценные. Они просто бесценные. Такой самолёт для решения задач противовоздушной обороны один. Стоит больше, чем два истребительных полка. У нас есть как-то возможность сейчас компенсировать подобного рода потери? Сейчас нет. К сожалению. Самолёты А-50 создавались в Советском Союзе. Самолёты А-50 получила Россия 31-му штуку. Наследство от Советского Союза. Сейчас осталось 7 штук. Если говорить, что 2 сбито, значит, получается 5. Это очень мало для нашей страны. Это невероятно мало. Самолёт, за замену ему А-100, премьер, он сейчас доводится до ума. Но уже на элементной базе Российской Федерации. Почему так долго? Потому что... Один из самых таких долгостроев у нас вообще в военном мире. Да, по той простой причине, что мы сейчас вынуждены переводить этот самолёт на нашу элементную базу. А, соответственно, перепроектировать практически всё внутри. Продолжение следует...